Ноль-ноль. Встанем все для молитвы. Царю небесный, утешителю души истины, И живи везде сын, и вся исполняя Сокровище благих и жизни подателю Приди все лисяны, и очистины всякие скверны, И спаси, блаже души наша. Господи, Боже наш, благослови нас на сей занятии. Помоги нам, Господи, вникнуть в Слово Твое Святое И быть не только слушателями, но и исполнителями Его. Ибо Ты сам сказал, блаженный слышащий и соблюдающий Слово Твое. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ну, сегодня мы в православных храмах Слышали такое чтение. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 26 стихи. И вот некто, подойдя, сказал ему, Учитель благий, Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, Что Ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И если же хочешь войти в жизнь вечную, Соблюди заповеди. Толкование блаженного феофилакта. Подошел ко Христу не как к Богу, А как к простому человеку. Если Ты называешь меня благим, Как обыкновенного учителя, То называешь не так, Потому что никто из людей Не благ сам по себе. Это, во-первых, Потому что мы обыкновенно Бываем переменчивы, Обращаемся от добра к злу. Во-вторых, потому что Человеческая доброта В сравнении с добротой Божией Есть у добам. Ну вот, обратите внимание, Что в толковании говорится, Подошел ко Христу не как к Богу, А как к простому человеку. Можно порассуждать на эту тему. Сколько людей знают Христа Как простого человека, Что историческая личность такая была. Сколько-то и не знает, да, Совсем и не верят, Что он и в истории был. Это и есть такая категория людей. А вот просто, Что был такой учитель, Как наряду с другими учителями, Каких мы знаем. Это и Будда, Конфуции, Магомед и очень много других. Но это я перечислил основателей Мировых религий. Моисей, да. И ко Христу многие подходят Как к простому человеку. Подходят, ну что значит подходит. То есть, может быть, даже читают Писание И принимают его. Вот смысл какой, Что значит подходит. Принимают его как простого человека. В этом-то и погибельность, Что Христос не просто человек, Хотя человек с большую букву, да, А Бога-человек. В нем соединяется Божество и человечество. Такие люди, конечно же, Они заблуждаются, Не зная ни священного Писания, Ни силы Его, Как говорил Христос иудеям. Заблуждаетесь, Не зная ни Писаний, Ни силы Его. Хотя они изучали Писание, Но подходили не с тем, Чтобы узнать истину. Многие иудеи подходили. А с тем, чтобы подыскаться, Чтобы в чем-то уловить. И вот еще другой момент. Никто из людей не благ сам по себе. И в Священном Писании говорится, Что всякое отдаяние доброе от Отца Светов, Даже если человек и неверующий, Но делает добро. И это проявление силы Божией. Такие случаи повседневной жизни встречаются, Когда неверующий проявляет добро. Даже вот в то еще советское время коммунисты. Но это проявление именно силы Божией. А сам по себе человек, Он настолько переменчив. Сейчас в одном состоянии, Через какое-то время в другом. Вдруг эмоции, Особенно вот женский пол, Это посещает эмоциональность некая. И вот эта чувственность. Я чувствую, что у меня вот то-то, то-то. Я чувствую. Так а на чувства святые отцы говорили, Что особенно опасно полагаться. Первое, что это вера. Вера на основу на Евангелии. Второе, разум. Разум также, который освоен на Евангелии. Как говорил Серафим Саровский, Чтобы разум плавал в Евангелии. А для этого нужно читать, заниматься этим. А на третьем месте уже Наши чувства, которые настолько переменчивы. Они должны руководствовать разумом И еще выше, чем верою. И вот эта переменчивость, конечно же. И мы часто обращаемся То к добру, кто к злу. Как на волнах колеблемся. И вот этот подходит юноша. Вопрос хороший задает. Чтобы иметь жизнь вечную. Кто сейчас такие вопросы ставит? Что сделать нет? Доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Какие пожелания Оставляют, допустим, там. Ну, например, Блаженна Матроне. Там пишут записки. Или там еще. Ксения Петербургская. В записках очень много земного. Там, может, на 90 с лишним процентов. А кто вот такой вопрос ставит? Чтобы иметь жизнь вечную. Что мне сделать доброго? Хороший вопрос. Правильный вопрос. Но что же происходит дальше? Восемнадцатый, девятнадцатый стихи. Говорит ему. Какие? Иисус же сказал. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать. И люби ближнего твоего. Как самого себя. Толкование. Господь отсылает вопросившего к заповням закона, дабы иудеи не сказали, что он презирает закон. Двадцатый, двадцатый, четвертый стихи. Юноша говорит ему. Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает? Не достает мне. Иисус сказал ему. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною. Услышав слово, сей юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим. Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Толкование. Некоторые осуждают юношу сего, как человека хвостливого и тщеславного. Как он говорит, исполнил заповедь о любви к ближнему, когда был богат. Никто, любя ближнего, как самого себя, не может быть богаче ближнего. А всякий человек и есть ближний. Тогда многие терпели голод и были без одежды. Если бы он был милостив, то не был бы богат. Что ты соблюл, по твоим словам, то говорит соблюл по-иудейски. Если же хочешь быть совершенным, то есть моим учеником и христианином, то поди, продай имение свое и тотчас раздай все вдруг. Не удерживай себя ничего, даже и под тем предлогом, чтобы подавать постоянную милостыню. Не сказал давай бедным, то есть понемногу, но отдай вдруг и останься без всего. Иные, подавая милостыню, ведут жизнь, исполненную всякой нечистоты. Ибо хотя он желал, и почва сердца его была глубока и тучна, но ее заглушили терния богатства. Кто имеет немного, тот немного связывается богатством, но большое богатство налагает крепчайшие узы. И вот скрывается вот эта, можно сказать так, болезнь этого юноши. Все это я соблюл, то есть старался. Естественно, по-иудейски, по-христиански он еще не жил до встречи со Христом, но по-иудейски закон соблюдал. Прекрасно. Но оказывается, вот эта привязанность к богатству А где вот эта привязанность, там наше сердце. Где сердце ваше, там и сокровище ваше, да, говорит Господь. И вот Господь, зная, какая у него болезнь, говорит, что расставь это все, то есть раздай нищим. Вопрос возникает, это для всех так богатых? Или вот конкретно в этом случае? Многие в истории известно поступали так, вот раздавали все, уходили там, монашество. Как вы считаете? Можно сказать, да? Да, пожалуйста. Где вот это, что вопрос у Якова, там написано в пятой главе, о том, что он говорит, прямо к богатым относится. Пласть передайте, что они. Ваше, говорит, богатство с гнилой, там перечисляет, потому что оно у них находится, они у бедных. Да, ну вот, согласно этому отрывку Священного Писания, всем так богатым нужно поступать, все раздать. К этому от юноши, да, Господь обратился. Или все-таки это здесь вот в индивидуальном порядке вот, что этому именно юноше необходимо было сделать? Совершенным, он говорит, если хочешь быть совершенным. Да. Ну, то есть, есть люди, которые приносят плод для Господа, какой в 30, какой в 60, как в 100 крат. То есть, вот это будет совершенно принести плод во 100 крат. То есть, полностью все отдать для Христа. А Феофан Заборник? Да, да, пожалуйста, еще дополнение. Феофан Заборник пишет эту притчу, он так, в общем, человек, чему привязан, да, на что полагается, то есть, оно его не приводит в Царствие Небесное. Этот юноша, он полагался на богатство, и поэтому для него было закрыто Царствие Небесное. Он надеялся на богатство. Как раз Господь ему говорит, продай вот это вот все твое. золото, то, что у тебя есть, и станешь совершенным. Но он надеялся на богатство, и он говорит, вот человек, ему привязан не только то, что богатство, да, то есть, надеяться не на Бога, а на что-то надеяться. Есть люди, надеяться на детей, да, то есть, видеть детей спасения, то есть, детей стоят на первое место, там, работу, допустим, в пост они не соблюдают, они в пост могут ехать, вместо того, чтобы поститься, они едут, допустим, отдыхать, да, всей семьей, то есть, у них нет надежды в Господа, в Иисуса Христа, и этим они теряют Царствие Божие. Так, то есть, привязанность этого юноши была очень сильная к богатству, и это было препятствием на пути спасения. Вот почему Господь так берет по максимуму, раздай все. Но, вот, в житиях известны случаи, когда тоже богатые христиане были, но, да, они давали милостыню, но не все раздавали, но, вот этой милостынью и упованием на Бога, и, как говорит Давид, когда богатство умножается неприлагаемым к сердцу, они свое сердце не прилагали, понимали, что это все временно и скоротечно. А в данном случае юноша был, как говорит толкователь, привязан, крепчайшие узы на нем были, большое богатство налагает крепчайшие узы. И Господь это видел, привязанность, эту страсть к богатству. И он это старался врачевать, но, к сожалению, юноша не внял этому. И дальше толкование. Да, еще какие дополнения? Я немножко хотел как бы расширить этот кругозор. Дело в том, что здесь не только касается серебровой, а вообще, когда бог тебе предлагает вообще подняться на высшую ступень, то есть быть совершенным. Вот, например, человек задумал жениться, даже меня это касается. У меня было несколько таких попыток, и каждый раз Господь мне это обрезал. То есть, как бы мне говорили, что это не твое, твое дело быть одному и полностью служить для Господа. То есть, а мне вот охота по-другому, мое личное желание. Из-за этого я заметил в себе, сразу происходят духовные падения. То есть, внутренне ты начинаешь совершенно, ну как сказать, уже ослабеваешь молитвы, ослабеваешь Слову Божьему именно в ревности вот это читать, заучивать там. Ну, то есть, а в оконцовке это может вообще закончиться тем, что человек может вообще потерять веру. Почему? Потому что ты избрал, ты отверг тот путь, который тебе Господь назначил. Почему у человека падение происходит? Там совершилось коробное решение в вере у человека. Ну, бывает, да, там какие-то страсти еще, какие-то грехи тайные, может быть. А бывает, просто вот Господь тебе такой путь предлагает выше, а ты его отвергаешь. Кому-то путь, например, брачный, то есть, кто там женится, замуж уходит, а кому-то безбрачный именно. Вот у меня вот такие мысли, я по себе вот сколько исследовал самого себя, вот я вот к таким размышлениям пришел. Все закончилось. Так, спаси Христос. Значит, искать не своей воли, а Божией, если так подытожить твои слова, да? Вот зачитай, это из Феофана Затворника, так я понял, да? Трудно богатому войти в Царство Небесное от Матфея 19-23. Тут, разумеется, богатый, который в самом себе видит много способов и много сил к своему благоденствию, но коль скоро многоимеющий отсечет всякое пристрастие к имению, погасит себе всякую на него надежду и перестанет видеть в нем существенную свою опору, тогда он в сердце бывает то же, что ничего не имеющий. Такому открыта дорога в Царстве. Богатство тогда не только не мешает, но помогает, ибо дает способ благотворить. Не богатство беда, а упование на него и пристрастие к нему. Эту мысль можно обобщить так. Кто на что уповает и к чему пристращается, тот тем и богат бывает. Кто на Бога единого уповает и к нему всем сердцем прилепляется, тот Богом и богат. Кто на другое что уповает, к тому и сердце свое обращает, кроме Бога, тот другим этим и богат, а не Богом. Отсюда выходит, кто не Богом богат, тому нет входа в Царствие Божие. Тут разумеется, род, связи, ум, чины, круг действий и прочее. да, вот на примере священного писания мы видим, что правоцы были богатые, как Авраам, Исаак, Яков. Богатство тогда исчислялось, конечно, не машинами, а количеством скота, сколько душ было, но в основном с количеством скота, естественно, иов, насколько богат был. Но посмотрите, как они себя вели. Вот Господь открылся Аврааму, Авраам полагался на Бога, он отошел от своей земли, от своих родственников, куда Господь ему указал, он не прилагал своего сердца к этому богатству. Его также сын Исаак и внук тоже самое поступали. Почему они постоянно вспоминаются на богослужениях у нас? Это пример веры, это пример героев веры. Вот если кто видел фильм Авраам, там показан этот момент, на мой взгляд, очень ярко, когда он не спит, рядом возлюбленная у него, она спит и вдруг просыпается, а что ты, о чем думаешь, я не знаю, что мне. То есть душа готовилась к встрече с Богом, но там показано своеобразно, там потоп, его водой захватило, вдруг он слышит, это уже режиссер, конечно, так представил, Авраам, Авраам голос, и все у него внутреннее содрогается, и вдруг он, Господь ему говорит, иди туда-то, туда-то, он с женой беседует, он пошел к брату, брат там многобожник, у него там статуэток столько, Бог на то, Бог на это, Авраам возриновал, давай эти статуэтки долбить, но я думаю, он и был ревностный, не какой-то тряпка, так скажем, и вдруг идет, куда же ты идешь-то, неизвестно, а он на Боге свое основание строит, и все, весь скарб, а потом это все приумножится, и выходит, потому что душа опознала самое главное богатство, Бога, даже вот богатство, да, и корень, Бог, посмотрите, да, ну и вспомните эту классическую притчу, когда богач от Луки 12 глава, урожай у него хороший, все прекрасно, вот я заживу вообще неплохо, буду там, если на наше время принести, на курорты буду ездить куда-нибудь на Лазурный берег, да не будешь ты ездить, всю всю ночь душу у тебя изымут, кому это все достанется, вот, я читал, что богатые нашего времени, ну вот, например, как Березовский, уже покойный, конечно, за сутки 50 тысяч долларов тратил, ну где-то там на Средиземном море отдыхал, другой там нанимал певцов и певиц, Исмаилов, кажется, Алишер его звать, вот, за одно выступление, это по малой шкале, 330 тысяч долларов, а кому-то там миллион отстегивал, ну, все настолько временно, в бога ли богатеет человек, вот, а там оказалось, что у него кроме торговли еще наркотический бизнес, там, и многое чего, ниточка подтянулась, уголовная, так скажем, вот так вот, еще вот хотел бы сказать, можно? Да, пожалуйста. А вот у меня вот эти строки Евангелия непосредственно вытаскивали когда-то из греха, из страстей, то есть привязанности всяких там компьютерных игр и прочих страстей, то есть буквально я помню до этого еще слушал Виталия Редько есть такой начитывающий святых отцов начитывают и я в его исполнении вот слушал толкование Филакта Болгарского как раз таки на Евангелии давно еще давно и вот у меня когда у меня вот кризис такой мощный был когда я погряз в грехах буквально я что-то возопил тоже к Богу и у меня в душе прям в голос как бы мысленный такой словами вот этого Виталия Редько начитывается Евангелие как раз вот это место раздай имение свое и следуй за мной то есть и я это тогда как понял я понял что вот это все мои страсти все грехи это вот мое имение которое я нажил я его должен раздать то есть отдать их бесам оставить это все и ничего у меня и следовать за Христом я это тогда прям и меня эти слова подняли и я вот изменился в тот момент ну то есть отбросился я сразу начал смотреть к чему я привязан к каким страстям к чему я имею какую-то привязанность начал это все отбрасывать и собственно сподвигло меня я вылез от этого из-за этого вот и буквально эти строки меня коснулись хотя я там не богатый вообще но вот это как себе их полностью то есть они меня буквально спасли спаси Христос да действительно вот Владимир и брат Вячеслав более расширенно как бы вот такой взгляд да при рассмотрении вот этого места священного писания то есть у нас с каждого свое богатство и что-то мы действительно не хотим оставить и как бы Господь нам через это место говорит что оставь и следуй за мною к чему мы пристрастны вот именно в этом-то и суть что затмевает в нашем сознании Господа что мешает Духу Святому войти в сердце и когда вот Матерь Церковь так мудро сделала пост наступает наступает ли очищение у нас и сияет ли Господь в нашем сердце да то есть это средство для достижения такого чтобы Дух Святый наполнял сердца наше стяжание Духа Святого как говорил Серафим Саровский в чем смысл жизни и вот эти вот пристрастия они не дают нам действительно полностью служить Господу у кого-то чревоугодие у кого-то там какие-то телепередачи любимые да столько времени я говорю о верных да у кого-то еще что-то какая-то страсть ну как святые отцы говорили какая страсть наиболее сильная на ту и ополчайся с ту и борись вот прежде всего и вот более расширено конечно что мы богатые каждый из нас в чем-то что-то имеем хотя это имеется ввиду именно какой-то багаж у нас что-то вот в душе и нам господь говорит оставьте оставь все и следуй раздай это все действительно раздай можно понимать и так что оставь это худые дела свои там или бесам что-то а именно служи богу чистым сердцем и толкование мы еще не дочитали богатый не войдет царство небесное пока богат и имеет у себя лишнее между тем как другие не имеют и необходимого некоторые подверблюдом разумеют не животное а толстый канат употребляемый корабельщиками при бросании якорей для укрепления корабля как трудно богатым войти в царствие божие да потому что вот это вот многозаботливость и пристрастие так и 25 и 26 стихи услышав это ученики его весьма изумились и сказали так кто же может спастись а Иисус возрев сказал им человеком это невозможно богу же все возможно толкование человеколюбивые ученики спрашивают не для себя ибо сами они были бедны но для других людей господь же научает измерять дело спасения нечеловеческой немощью но силою божию а при помощи божией кто начнет быть нестяжательным тот успеет и в том чтобы отсекать излишнее а потом дойдет и до того что станет отказывать себе и в необходимом и таким образом при той же помощи божией благоуправится и получит царство небесное да господь говорил что царствие божие силы берется нудится да по-славянски то есть себя нудить постоянно надо вот когда у нас протея и таким образом при вот этих узких узких узкой тропинке мы войдем царство божие так ну еще какие дополнения или может быть вопросы параллельных местах говорится что юноша отошел да и больше нигде он не вспоминался этот юноша ну тут сказано тоже отошел с печалью и юноша где ты где ты сейчас только можем так сказать вот это вот встреча с богом была ну вот физическая встреча а в душе не отрекся не отрекся от этого пристрастия не отвернулся своего я и и так еще какие дополнения интересно что толкователь говорит что помимо всего прочего что не только отказывать себе в излишнем но и должен должен человек дойти до того чтобы отказать себе и в необходимом что вот это ну как бы благодать она к этому ведет в итоге все равно ну да отказывать себе необходимым например это да пост причем пост там разных степеней кто-то старается нудит себя там несколько дней не ест не пьет например да вот плот немощна а дух бодрствует ну и сон допустим необходимым сон кто-то укорачивает как вот не раз мы слышали при беседах Гнат Тихович говорил что до двух с половиной часов довел да Антоний Великий когда он стал знакомиться с подвижниками он самое лучшее как пчелка так его сравнивают пчелка летает да собирает там со цветов нектар там пыльцу переносит так вот он самое лучшее собирал и довел до того что час ну это конечно удивительный человек подвижничество удивительное потом в другом там кто как молится и таким образом самое лучшее собрав стал таким вот знаменитым но это подвижничество монашество но однако мы и на этом можем взять пример да ну как вот апостол Павел тоже в необходимом сам себя он ограждал отказывал себе и ночью трудился и благовествовал ревностно конечно же мало спал он мог бы мы говорили это вот на прошлых занятиях мог бы заходить к ученикам по совести да как говорится он мог там у них и брать что-то с них и останавливаться столоваться но он взял планку выше он этого не делал потому что были недовольны им те кто не принимали его и он безмездно трудился что ничего не просил ничего не брал за это благовестие отказывал себе необходимым да и множество примеров можно привести еще на этот счет так ну спаси христос за дополнение и тогда переходим мы да еще что-то я это просто хотел привести пример симеона богослова я недавно его немножко начал читать я конечно не потянул там такая высота что не знаю надо подняться сперва страстей здесь боится его там тоже вот так его если почитаешь обо всем забудешь вообще я в идее о питье если конечно вникнуть в то что он написал вот этот пример ты брат там не увлекайся а то в монашество убежишь там однажды и на тихонь записку прочитает что простите меня и на тихонь я в монастырь сбежал там или в горы алтайские я уже сказал если Симеонов Новый Богослов читать то все там же и в комнате останешься тебе уже ничего не надо будет только с Богом быть да но это действительно высота мысли богословской Симеон Новый Богослов его так и называли Новый Богослов так ну давайте перейдем к апостольскому чтению это глава 15 1 коринфянам с 1 по 11 стихи напоминаю вам братья первый стих евангелие которое я благоествовал вам которое вы приняли в котором и утвердились толкование переходит к учению воскресенье которое составляет основание нашей веры ибо если нет воскресения то и Христос не воскрес если же он не воскрес то и не воплотился таким образом вся наша вера исчезнет на одном из занятий мы говорили о том что апостол Павел врачует их так сказать болезни что у них там было у коринфян и у них было мудрствование ну коринф это современная Греция греки в древности любили мудрствовать как вот он пришел в Афины апостол Павел деяние святых апостолов говорится и там на этой площади греки собирались любили послушать что-то новенькое красноречивое и тут вдруг слышат о воскресении да Анастасия Анастасия или Анастасия как правильно не знаю по-гречески там вот это воскресение ему говорят что это за новые божества какие-то проповедуют то есть они толком даже не поняли а это основание веры и вот это основание стало у коринфян колебаться потому что были мудрецы всякие там может бородатые безбородые с длинными или с короткими волосами апостол Павел же здесь говорит об этом что мужчине не подобает с волосами ходить и в конце концов домудрствовались вот сейчас это тоже очень актуально что не верят в воскресение Христа но принимает как вот я выше говорил как хорошего учителя как моралиста там тут друг воскрес да ну зачем это это как-то уж верить по писанию это догма какая-то я встречался с одним он целитель даже был был потому что уже отошел тоже вечность друг отца друг детства вот и на основании писания ему стал говорить что целительство это Библия осуждает и привел эти места что чародеи целители там в ветхом завете еще чтобы не ходили вслед за ними и это опасное дело потому что это целительство чародейство от кого может быть естественно что это не от бога может быть но он так отпарировал что Библия это ссылаться на нее это как бы старое это все и как он выразился это догмы ну такими словами он а священное писание оно живо и действенно и в то время и в наше время поэтому эти слова естественно не от бога от лукавого и вот основание нашей веры воскресенье поскольку такие дальше толкования рассматриваем если же он не воскрес то и не воплотился таким образом вся наша вера исчезнет поскольку такие колебания были у коринфян ибо внешние мудрецы готовы принять все только не воскресенье то Павел и подвизается за воскресенье весьма мудро он напоминает им о том что имя уже принято на веру ничего говорит странного я не говорю вам но даю вам знать то есть напоминаю о том что уже было вам сообщено но позабылось назвав их братьями отчасти смирил их отчасти напомнил им то отчего мы стали братьями а именно от явления Христа воплоти которые могли перестать верить и от крещения которое служит образом погребения и воскресения Господня погребения а не просто мочения и кропления и конкретно блаженный фифилат говорит как Господь был три дня три ночи во гробе так и мы троекратным погружением погружаемся троекратным именем благоествования также напомнил о тех бесчисленных благах которые мы получили через воплощение и воскресение Господа не сказал которое вы слышали но которое вы приняли ибо они приняли его не по слову только но и по делам и чудесам сказал так и для того чтобы убедить их содержать оно как давно принятое но псалмопевец Давид говорит в одном из псалме когда разрушены основания то что сделает праведник основание веры поколебалось и апостол Павел напоминает ну вот в начале по поводу первого стиха да я хотел бы еще добавить как бы вне толкования просто вот мысль такая посетила напоминаю вам братья Евангелие напоминаю то есть они уже знали и есть что напоминать но если оно не было должным образом проповедано а что напоминать когда не знают его то есть нам православным если мы его не читаем не знаем в одной из бесед священник Андрей Ткачев говорит что насколько сектанты любят писание и целуют его и Христе постоянно проповедуют а мы православным не читаем да действительно так да и аминь ну так нужно научать я подумал этот момент именно что пасту нужно научать любить слово Божие если если не читаем священное писание мы его не знаем не зная нарушаем нарушая погибаем и это все потому что мы не читаем говорит святитель Анзо Тауз второе стих которым и спасаетесь если преподанно удерживайте так как я благовествовал вам если только не тщетно уверовали толкование хотя они колебались однако говорит что устояли в нем он намеренно представляется незнающим и предупреждает их чтобы не могли отрицаться хотя бы и очень пожелали того какая же польза того что стоите в нем та что вы спасаетесь говорит как бы так о том что есть воскресение я ничего не сообщаю вам ибо в этой истине вы и не усомнились но может быть вам нужно знать то каким образом будет воскресение о котором я благовестил вам об этом то то есть о том как будет воскресение я и говорю вам теперь чтобы словами вы утвердились не сделать их беспечными говорит если вы удерживаете если только нечетно уверовали то есть если вы не напрасно называетесь христианами ибо сущность христианства заключается в учении о воскресении как это было вспомните евангельское повествование трудно ученикам которые были еще по своей природе ну как бы ветхие мехи да как господь говорил в одной из притч они слышали от христа не раз что убьют господа на третий день воскреснет но слова эти не вмещались них и вдруг явился когда шли вот и масс два ученика это как объясняют толкователи лука и клевопа и сам лука был и они не поняли что это он в разном виде являлся и вот говорит господь что медлительное сердцем и тогда им отверз далее тогда отверз им ум священного ум к разумению священного писания когда уже явился всем тогда отверз им то есть если господь не отверз человек может читать слышать но все это семя падшее при дороге или заглушаем заботами богатством лукавый прилетает и похищает ну вот один из близких человек такой у меня что беседуем я говорил о потопе говорил другие места касающиеся одежды что мерзость пред господом женщина ходящая в мужской одежде и все вот это вот вижу что семя брошенное при дороге но молюсь и бог даст может быть это уже будет семя не брошенное при дороге конечно это горько видеть и слышать потому что умирают часто я открываю региональную газету это вот французская републикен лорен и вот именно вот это странички листаю там хоть знаю мало слов но это понимаешь что там написано в каком возрасте кто умер много очень за 70 за 80 лет перешли эту черту 88 есть и 90 с лишним но встречаются редкие случаи когда вот 37 41 там 46 хотя медицина совершенно но господь обрывает нить жизни как угодно богу вот как бы человек не старался не жил и думает там однажды мне отец так в шутку говорит да я до 100 лет собираюсь и так не говорит скажи как богу угодно до 100 лет ну он такой был с юмором конечно ездил на рыбалку рыбаком был там сети в потеряевке кстати это все от николая константиновича помолитесь о нем в покоении он умер как христианин в потеряевке принял крещение погружением хотя это было трудно трудно в том плане что он все ссылался что я в детстве был крещен со всем младенцем и уже этих не осталось свидетелей а если не крещен и до 35 год до гонения это можно сказать пик гонений советской власти на церковь на священство было и наконец господь через Игнать Тихоновича его переламливает так скажем он соглашается ну я много тоже с ним беседовал но он никак я крещен я крещен а потом все это и вот этот рыбак как-то сказал что до 100 лет вот ну любил на природе быть любил рыбачить читал много открытым оком перечитал но это я так уж к слову вспоминая об этом вот об отце своем умершем помяните его и вот учение о воскресении третий стих ибо я первоначальный преподал вам что и сам принял то есть что Христос умер за грехи наши по писанию толкование так как учение о воскресении очень важно то я преподал оное первоначально ибо оно есть как бы основание всей веры принял же он и я то есть от Христа посему как я содержу оное так и вы должны содержать и как вы приняли в начале то ныне вы не правы когда усомнились хотя на время эти слова очевидно принадлежат самому Христу говорившему через Павла поскольку манихеи будут впоследствии говорить что Павел смертью называет грехи а воскресением освобождение от них то ему угодно было сими словами заранее обличить их так Христос умер какой смерть без сомнения телесной не греховной ибо он греха не сотворил если же они не постыдятся сказать что и он умер смертью греховной то как сказано что он умер за наши грехи ибо если и он был грешник то как он умер за наши грехи весьма ясно поражает их и сим замечания по писанию ибо писание везде приписывает Христу эту телесную смерть так говорится пронзили руки мои и ноги мои Псалом 21 17 еще возряд на того которого пронзили Захария 12 10 еще он изъязвлен был за грехи наши за преступления народа моего он идет на смерть Исаия 53 глава 5 8 стихи да конечно еретики подрывали да и сейчас подрывают это учение о воскресении манихеи конкретно говорили о Христе и а если более шире смотреть учение о воскресении есть воскресение духовное да есть телесное действительно духовное когда человек поверил во Христа он был мертв мертв духовное и ожил еще воскресение будет второе вот первое это духовное воскресение а второе когда умрут и воскреснут когда придет Господь во второе пришествие это согласно священному писанию святых отцов не будет там никаких третьих пришествий как суемудрствуют еретики и прочее два пришествия Господне и второе воскресение также и две смерти духовное и телесное как Адам согрешил с Евой умерли духовно в начале а потом и телесно потому что уже жало смерти стало действовать а жало смерти грех написано ну и по писанию именно апостол Павел говорит все писание богодухновенно и эти пророчества они все до черточки все до каждого пророчества до каждой йоты до каждой точки исполнилось на Христе если бы что-то не исполнилось то бы он был лжемессия потому что это слово Божие слово Божие оно с точностью сказано и выполняется это не слово человеческое и вот дальше апостол Павел и говорит так какие-то дополнения давайте по этим стихам может быть у кого-то что-то есть по первому второму третьему стиху так ну продолжим далее может быть какие-то будут вопросы дополнения четвертый стих и что он погребен был и что воскрес третий день по Писанию толкование и так он и тело имел ибо погребается тело слова же по Писанию не прибавил или потому что гроб был всем известен или потому что слово по Писанию относится ко всему вообще где же Писание говорят что он воскрес третий день В прообразе Ионы и прежде всего в Исааки, который в три дня сохранен живым для матери, а не был заклан, и в весьма многих иных прообразах также в словах Исаии. Господь хочет очистить его от язвы, показать ему свет. В словах Давида «Не оставишь души моей в аде». Псалом 15, 10. Ну и Господь сам при беседе с иудеями говорил, они «Покажи нам там знамение». А вот как Иона был, это уже было знамение. Иона был в очреве кита три дня и три ночи. Говорят, что невозможно и прочее. Что там за чудо было такое? Богу все возможно, мы выше читали. Невозможное человеком возможно Богу. В евангельском сегодняшнем отрывке. Поэтому и вспомнишь слова Тертулиана «Верю, потому что абсурд». То есть всему тому, что написано в Писании. Оно в разуме не укладывается, но верю. В разум наш невозможно это заключить. Мы настолько ограничены. Ограничены зрением. Просто я как физик немножко напомню. Мы видим такой диапазон, очень узкий. Но как наука утверждает, что это волны, фотоны. Фотоны это и частицы, и волна в то же время. Это называется дуализм. То есть и то, и другое принимается. И разумом непонятно. Но видим мы очень узкий спектр. Инфракрасное не видим. Гамма-излучение не видим. Там радиоволны тоже не видим. Но можем при помощи прибора. А видим только ограниченный спектр. Причем цвета еще, как объясняют. Зеленый цвет это одна волна. Красный это подлиннее. Синий там еще другая. Желтый. Ну цвета радуги, да. Всего 7 цветов основных. Вот. Слышим тоже в очень узком диапазоне. Примерно от 16 Гц до 20 тысяч Гц. Гц это число колебаний в единицу времени. А так как вот дельфины. Не слышим. Они ультразвуковые колебания посылают. И принимают эхолокации там у них своя. Не только у дельфинов, да. Потом у летучих мышей. А совсем низкочастотные. Не слышим. Но оно влияет. Например. Что известно. Животное перед бурей. Начинает себя беспокойно вести. И даже убегает куда-то. И объясняется так, что буря может за десятки там еще километров. Но уже посылаются вот эти вот волны. Больше длины. Вот. Инфразвук. Который не слышен. Но наводит уже такое состояние. Приводит беспокойство. Даже страх. И даже ужас. Ну и на людей в то же время это влияет. Если это очень сильное излучение. И направленное. Вот так вот. Человек настолько ограничен. И разумом. Ограничен. Но. Вот это ограничение. Господь даровал нам разум. Чтобы познавать именно Слово Божие. Прежде всего волю Божию. В словах Священного Писания. Мира окружающий. Вот эта книга мира. Открыта вообще для всех. Если Библию некоторые не читали. Или не хотят читать. А книга мира. Открыта. И каждая страница вещает о Боге. О его чудесном творении. Куда бы мы ни посмотрели. В мир ли элементарных частиц. Называется микромир. Электроны, протоны, нейтроны. А там еще и кварки. Еще какие-то бозоны. Там на этом коллайдере что-то открывает. Так ли. Или нам уж так говорят. Мы не знаем. Мион или. Потом. Макромир. Это мир человеческих размеров. Стол от предо мной. Компьютер. Квартира. Дом. А мегамир. Это мир космических размеров. Огромных. Планета Земля. Солнце. Это еще больше. Галактика. Мета-галактика. И так далее. Тому подобное. И мы ограничены. Но Господь нам открывает самое важное и главное. Что Господь пришел пострадать за нас. За наши грехи. Пролил свою причистую кровь. И Он умер на третий день. По Писанию. Умер на третий день. По Писанию. Воскрес. Именно апостол Павел это и говорит. По Писанию. Чтобы вы не колебались умом. И сейчас тоже колеблется. Те же. Или вообще не верят. Те же мусульмане. Вот. Воскресение. Там как-то у них учение, что он там взят. Или еще что-то. Я даже сейчас и не помню. Ну, не суть важно. Ну, другие вообще принимают как за какого-то моралиста. Да. И не верят воскресеньям. Так, далее идем. Пятый стих. И что явился Кифе потом двенадцати. Толкование. Первых поставляет свидетеля достовернейшего из всех. Хотя Евангелие говорит, что Господь явился прежде Марии. От Марка 16.9. Но из мужей первому явился Петру, как и лучшему из учеников. Ибо тому, кто первый исповедал его Христом, следовало первому видеть и воскресение. Является ему прежде прочих. И по причине отречения его, дабы показать ему, что он не отвергнут, Матфея сопричислен вместо Иуды после вознесения Господня. Как же Павел говорит потом двенадцати? Отвечаем. Вероятно, он явился Матфею после вознесения, как явился и Павлу, призванному после вознесения. Посему он и не указал времени, но выразился неопределенно. Некоторые же говорят, что здесь ошибка Песца или Господь, вперед зная и презирая, что Матфей будет сопричислен к одиннадцати, явился ему, чтобы он и всем отношений не был ниже прочих апостолов. Нечто подобное выражает Иоанн, когда говорит Фома один из двенадцати. Иоанна двадцать двадцать четыре. Ибо всякий скорее скажет, что он сопричислил, к прочим апостолам Матфея по предвидению, чем Иуду после его предательства и самоубийства. Вот. Так, ну есть какие, может, дополнения, какие-то мысли у кого Господь на сердце положил? Так, ну идем дальше. Шестой стих пятнадцатой главы. Потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили толкование. После доказательства из Писаний, приводит во свидетели апостолов и других верных людей. Слово более, которое некоторые объясняют так. Свыше с небес. Что он высоко и над головой явился им для того, дабы удостоить в истине вознесения. Иные же понимали так, более нежели пятистам. Я, говорит, имею живых свидетелей. Изречением почили предуготовляет начало воскресения. Ибо кто спит, тот и встает. Чем православное толкование обширно и полезно, то есть и так и так принимается. Даже в евангельском отрывке мы сегодня читали, вот сквозь игольное ушко, да. По одному толкованию, что там узкие ворота там были. Вот. По-другому, значит, там. Ну, напрямую как бы тоже, да, понималось. И то, и другое принимается. Здесь тоже и так, и так объясняется. Более, нежели пятистам. А вот, например, в откровении, толкование на откровение, там вообще бывает до семи раз объяснений, до семи толкований. И православные всё принимают. И так, и так, и так. И не отрицают. Да как где же? И то, и другое, и третье. Потому что это настолько многогранно. В этом-то вот и драгоценная православная вера заключается. И что нам святые отцы преподносили вот эту многогранность. Принимается. Ну, некоторые есть частные мнения, да, что не стали они общецерковными. Но, однако, это труды выпускаются, всё равно изучаются. И читать можно там у других святых отцов. Их частное мнение. Седьмой стих. Потом явился Иакову, также всем апостолам, толкование. Брату Господа, поставленному от него первым епископом в Иерусалиме. Ибо были и другие апостолы, каковы семьдесят учеников. Восьмой. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Толкование. Это слово смиренно мудрее. Смирение же сие употребил благоразумно, для того, чтобы, когда скажет о себе высокое. Я более всех их потрудился. Стих десятый. Ему не отказали в вере, как самохвалу. Извергом в собственном смысле называется недоношенное дитя, которое женщина выкидывает. Поскольку он называет себя недостойным апостольского звания и человеком отверженным. Стих девятый. То назвал извергом. Как недозрелого по отношению к апостольскому достоинству. Некоторые же под извергом разумели позднее рождение, так как Павел последний из апостолов. Но Павла не уничижает то, что он последний увидел Господа, ибо Иаков не ниже прочих пятисот, от того, что увидел Господа позже, чем они. Девятый стих. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, толкование, сам о себе произносит суд. Я, говорит, меньше не только двенадцати, но и всех прочих. Смотри, здесь напоминает о тех грехах, от которых избавился через крещение, для того, чтобы показать, какую благодать получил от Бога. Для чего же, выставляя сам себя свидетелем воскресения Христова, так как он явился ему, перечисляет свои недостатки, для того, чтобы заслужить более доверия. Ибо кто по суще справедливости изложил собственные недостоинства, тот не будет напрасно говорить в пользу иного. Ну, на страницах Священного Писания ничего не утаивается, если вот грех в Каринской Церкви, и все это открыто, и перед всем миром до сих пор открыто. Грех падения с Давидом, да, произошло в этом, и так далее, тому подобное. Потому что Слово Божие, оно все освящает, не умалчивает. На то, на и Слово Божие, чтобы это было раскрыто, чтобы другие потом, читая, понимали, вот грехопадение и восстание, возможно, как вот было с Петром отречение, и восстание его, покаяние сильнейшее. По преданию, ну, это в житиях святых, у Петра были борозды от слез под глазами. Он вспоминал это все и помнил. Петух-то его встряхнул, ну, так образно говоря, Господь через петуха, точнее, посмотрел на него, как в Евангелии от Луки говорится. Этот взгляд его пронзил, он вышел и плакал горько. Было падение, но и восстание возможно. И вот ничего священное Писание не утает. И он о себе говорит, какой я был ранее, апостол Павел. Первым себя в послании к Тимофею называет, что я из грешников первый, есть маз. И вот 10 стих. Но благодатью Божию есть то, что есть, «И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Толкование. Недостатки приписывают самому себе, а совершенство относят к благодати Божией. «И это сказал со смирением. Ибо не сказал, я сделал достойно благодати, но благодать Божия, сущая во мне, оказалась не тщетной. Как? Потому что я потрудился более всех апостолов. И не сказал, я подвергался опасностям, но ограничил похвалу свою скромным именем труда». Говорит это сам о себе для того, чтобы явиться достойным веры, ибо учитель должен быть достойным веры. Выделено большими буквами. «И то самое, что я потрудился, не мое совершенство, но дело благодати Божией». Да, и он, конечно, самохвалом здесь не является, но говорит просто такой факт, истину со смирением. Это состояние смиренно-мудренной души. Но наверняка и после этого находились умники, которые говорили, вот он сам себя хвалит. И он был вынужден себя показать. Да, и вы, иудеи, и я там из такого колена. То есть он вообще там элита, так сказать, иудаизма, иудеев. Да, ну вот что произошло с ним, обратился ко Христу. И благодать во мне не была тщетна. То есть настолько Господь через него произвел чудес, настолько людей обратил. тогда Римская империя в какой-то степени, я бы, наверное, сравнил это с Евросоюзом, где нет границ, тогда не было границ. И тоже это дело Божье было. Ну, через границы переходить-то, сложности свои. А тогда было все открыто. Он пошел, и парус, Духа Святого, как говорит Златоуст, надувал его паруса. И небольшие комментарии Игнать Тихоновича. Определить истинность Учителя можно только через Слово Божие по толкованию Святых Отцов. Вот и критерий. Чтобы мы этим критерием постоянно пользовались. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне, Кирилл Иерусалимский говорил. Если даже бы ангел с неба, да, говорил не то, что мы вам ранее проповедовали. Да будет, а анафема. Ну, вот вот этот критерий мы с вами применим. И не так давно выставили небольшой ролик. Там патриарх Кирилл отвечает на вопрос. Какой там вопрос был, я уже не помню, но речь шла об абортах. Вот. И он ссылается на что? На социальную концепцию Русской Православной Церкви. Вот. Приоритет матери прежде всего, да. Но настолько можно это, знаете, вывернуть. А глобли, как там говорится, что дышло, куда повернёт, что и вышло. Закон говорит, что дышло, да. Куда повернёшь, то и будет, вышло, то и вышло. Так и здесь, насколько это можно слова его применить. Но он говорит, что надо это всё аккуратно, тщательно. Ну, всё это говорение. Вот я понимаю, ну, своё мнение высказывает. Чечня. Запрет. И всё. На уровне правительства запрет. А так это одна говорильня будет. Я слышал свидетельство священника, он даже плакал. Ну, читал точнее, не слышал. Как так, говорит, пара, прекрасная пара, он там бизнесмен, она там где-то, не помню, где-то работает. И вот я их венчал, через какое-то время вдруг узнаю, сделали аборт. Как же так? Я, говорит, плакал. Так батюшка, я думаю про себя. Кого ж ты? Ну, ты смотри, кого ты венчал-то? На ком это всё будет-то? Вот. И вот этот критерий мы должны применять. Что говорит тот, другой, третий? У нас не должно быть здесь лицеприятие. Истинность Учителя можно только через Слово Божие по толкованию святых отцов. Однозначно, это убийство, и ничего здесь не надо, как говорится, мутить мозги народу. И не надо никаких-то лазеек давать. Убийство, и всё. Никаких это там биологически начинает там сочинять. Это ещё не отдельный там ещё. Это всё настолько уже промыто мозги. Это же целая кормушка для этих абортариев, там сколько кормится. Донтисты тоже. Одни зубы портят, сладенько едят, другие на этом индустрия целая. всё такое дорогое. Здесь вообще ставить зубы это невозможно. Просто их вырывают. Вырывают и вставные челюсти вставляют. Потому что поставить здесь зуб, это там, я не знаю, тысяча что ли евро. Ну, смотря ещё там что. Один только зуб. Но это так уже, я попутно говорю. И вот это всё кормушка кормится. Это же индустрия целая. Абортариев и прочее. И придумывают всякие свои там теории в оправдании греха. Да, согрешить дело человеческое, но когда оправдывается ещё и беспокаянно это вообще страшно. Фильм не один даже документальный. Как это всё происходит? как ребёнок там уворачивается, сколько ему там по времени немного, но это живой организм. Чё тут уже говорить-то? Так, ну, дополнение. Поэтому вот видеосюжету кто-то что-то добавит, что там патриарх говорил. Можно я скажу? Да. По поводу вот этого видео, я просмотрела и при первом просмотре там непонятно, о чём идёт речь. Там стоит женщина у микрофона и спрашивает патриарха Кирилла. При повторном уже можно как-то порассуждать на эту тему, что вот этот текст, он вырван из контекста. Ну, это моё такое предположение, потому что я не сразу поняла, о чём идёт речь. И я так поняла, что женщина спрашивает о том, что ситуация такова, что женщина беременная находилась в опасности. То есть речь шла о пасти жизнь женщины вот этой беременной или ребёнка. патриарх Кирилл говорит, если вот такая вот ситуация, то при отдаётся матери. То есть надо просмотреть два-три раза, не поймёшь. Ну, там, да, скорее всего ролик-то очень короткий, там, две минуты, там, как бы обрезано, действительно. Вот. Ну, я так поняла, что текст вырван из контекста. Позвал Христом. Спасибо, Христос. Так, ещё какие дополнения? Я одно могу сказать. Я разговаривала здесь с женским врачом, да, она полячка, она проходила сажировку в Англии, она говорит, что до сих пор врачи не могут сказать, как плод развивается и какие у него болезни, да, любой анализ, чтобы не выводили, они конкретно ничего не могут сказать, поэтому нужно вынашивать ребёнка, не слушать, кто что там говорит. Да. и ещё я не могу понять, как называют любую живую клетку биоматериалом, если в ней уже есть жизнь. Любой ультразвук, он это, как он определяет, что там есть плод или нету, оно же должно дышать, он же двигается. Да. Вот когда женщина вторым, третьим ребёнком она уже забеременела, она сразу чувствует, что у неё что-то там растёт, именно это постоянно двигается живот, то есть чувствуется, хотя там вообще ещё с ростом кунжутной семечки. Да, я вот слышал неоднократно, что беременным советовали там в Барнауле прервать беременность, там у вас такие последствия будут, всё, женщина молилась, всё нормально, родился ребёнок, и это много раз неединичный случай. Дело-то ещё в том, я недавно в прошлом году узнала, что больницы оплачивают операцию, на больницу приходят за операцию, за штуку, так скажем, большие деньги, поэтому кто заинтересован, это и в интернете об этом речь идёт. Ну вот, как я и говорю, что кормушка, работа для многих. Так, и последний стих, давайте дочитаем мы. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали, толкование. Я ли более потрудился, они ли, но в проповеди мы все согласны, и не сказал, если мне не верите, то им поверьте, ибо уничижил бы сам себя, и оказался бы свидетелем истины, не стоящим веры. Но говорит, что и он сам по себе достаточный свидетель, и они сами по себе достаточны, словом проповедуем, также подтверждает истину своих слов, ибо мы говорим не скрытно, но явно, и не когда-нибудь, но и ныне. И вы так уверовали, не сказал, ныне веруйте, потому что они уже колебались, но наряду с прочими, их веру называют свидетельницей истины. Вы не поверили бы напрасно ложным и обманчивым речам, если бы не были убеждены в истине проповедуемого. Согласны, то есть апостолы не противоречили в этом плане никогда, и в других тоже, если о чем-то другом говорили, не противоречили друг другу. Хотя Петр пишет это в послании, что есть что-то у апостола неудобо вразумительное, и там невежда они переворачивают, превращают на свой греховный лад. Но естественно, что апостол Петр и Павел образование разное имели, совсем точнее не образованный был Петр, и Духом Святым, горением любою ко Господу этим движим был, и апостол Павел получил такое образование, принок Гамалиеву учился, тогдашний можно сказать семинарий или академию даже еще выше, и вот эта ревность была в обозе невероятная, о законе, и гнал-то он просто искренне заблуждаясь, не имея никакой выгоды, для него это не было кормушки, как для других иудеев, которые лицемерно долго молились, поедали домы вдов, как Господь обличал и тому подобное, нет, он искренне заблуждался, искренне ревновал, но все Господь перевернул его сознание, и вот сначала ослепил так, чтобы он потом был настолько зрячим, чтобы охватил всю вселенную, и вот комментарии небольшие Игнать Тихоновича, какое бы нравоучение не пришлось читать, пусть то будет самый известный канонизированный учитель церкви, но ты тогда умей проверить по слову Божию. Согласны ли его слова с тем, что говорит Бог? Проповеди апостолов, их послания не разнятся друг от друга и не противоречат одно другому, но стоит почитать выступления архиереев в советские времена и сегодня, как они разнятся в восклицательный знак. да, в советское время, когда были гонения на верующих, и это вот сталинско-беревская структура была основана, то есть архиереи в открытую прославляли власть придержащих, вот, сейчас это тоже есть, но тогда это было, конечно, более, наверное, усиленно, вот, и запрещали это проповедовать, проверяли эти проповеди, был отдел особый создан, которые проверяли эти проповеди, то есть настолько было сложно священникам, архиереям проповедовать, но сейчас свобода, но как мы этой свободой пользуемся, свобода, благовестие именно я, вот, что имею ввиду, итак, мы с вами рассмотрели евангельские и апостольские отрывки, какие будут, может быть, вопросы, дополнения, сегодня, сегодня была на бакослужении, у нас батюшка приходит, говорил, что сейчас по Германии идет какой-то раскол, говорит, прихожане, совершенно неверующие, себе заказывают такого батюшку, карманного батюшку, оплачивает его машину, страховки, дома, все по любому звонку, чтобы он бегал как собачонка ко всем, то есть они таким путем своим богатством, то есть они, видимо, состоятельные люди, раз у них есть столько денег содержать священника, архиерея, епископа, чтобы он на каждый их звонок приходил и вот обряд провел и поехал. И батюшки здесь очень много соглашаются, очень странно вообще русские священники, даже католики удивляются. У нас католики, вы знаете, Виктор удивляется, вот в нашем приходе самый красивый храм остроил этот священник, за какие деньги, конечно, я не представляю, приходят даже католики, которые дали им, ну как бы они договорились с католическим епископом, чтобы подешевле им продали землю и говорит, за какие такие шиши вы остроили такой храм, даже мы католики столько денег не тратим на это самое. А я хотела добавить это самое, за такие шиши, за все деньги берут, базар проходной двор, у прихожан сейчас стали вообще уже в брюках ходить. Смотрю и девочки, и мамы, смотрю половина храма в штанах. То есть батюшка уже не говорит, ничего, уже с накрашенными губами можно причащаться. Вот такое у нас тут дело. Это про такого карманова батюшку как-то Андрей Ткачев рассказывал в своих ответах одной женщине. Прям такую проповедь он сказал. И сейчас это у нас тут пропагандируется. Говорит, что в общем приходы, которые он трудился 25 лет, собирал приходы. Тут эти прихожане разделились, собрались, сосватывались. Здесь же одни родственники, священники все сватаются друг за друга. И вот они имеют большие семьи, сватаются и делают такой вот приход. Похоже больше на протестантский, только имеющий рука положенного епископа и священника. Еще сегодня мне попалась женщина из Грузии, она приехала на лечение сюда. Я спросила ее, знает она из Тбилиси про священника Наума? Она говорит, да, знает. Мы с ней поговорили, вот у нас торговля в храме, вы же видели, вот ходит с подносами во время литургии, а она говорит, а у нас такое нет, нет у нас деньги ни за крещение, ни за венчание не берут. Говорит, что вот этот отец Наум, да, крестник Игнатия Тихонович, говорит, а он исселяет даже, так я не до конца не поняла, у него дар исселения или он лечит что ли? Женщина, видно, что она верующая. Не сказала она, помнит она, она была там, когда мы приезжали, мы же были два раза у отца Наума в них приходить. Ну да, я сказала, что его крестник это мой духовный отец, она удивилась, но они друг к другу ходят, она живет в городе рядом с Тбилиси, он на букву К начинается, не запомнила я, она здесь шесть месяцев приехала на лечение из Грузии, у нее дочка в инвалидной коляске, она говорит по-русски, а вот с ней был сын взрослый, он не говорит по-русски, очень много у нас грузин, даже хочется с ним побеседовать, да, по Евангелии, по Священному Писанию, они по-русски не знают, и то дети им тут переводят на немецкий язык так, бытовое. Ну да, мы когда были в Грузии, обратили внимание, что такого же возраста там, вот, ну я не знаю, 25 лет и меньше уже все, они русский язык не знают, а кто постарше, кто захватил советское время, учились тогда, учили же русский язык в этих странах, так называемых, СНГ и Восточной Европы, те они свободно на русском. Ну там, конечно, удивительно было, мы приехали, не предупреждали их неожиданно, они нам дорогу всего там надавали, очень гостеприимно нас встретили, но отец на ум, это уникально в своем роде батюшка, были у него, мы ночевали дома, это, в 13-м году были, да. А у меня как раз был с собой Новый Завет, я думала ей подарить, я спросила, вы Евангелие читаете, я говорю, у вас в Грузии на занятия библейские ходите, там, говорю, священник на ум, она говорит, у нас еще один есть священник, такой как отец на ум, тоже хороший, говорит, Иосиф его зовут, вот они, видимо, вместе работают, она говорит, да, у нас есть занятия по священному писанию, и после нее она ушла, пришла другая женщина, ждала своего мужа 30 минут, и мы с ней тоже очень хорошо побеседовали, она, оказывается, не знает, что такое ни Евангелие, ни апостолы, ничего, я ей говорю, давайте я вам подарю Новый Завет, у меня как раз был с собой вот этот Гедеон, братья Гедеоны, да, и я говорю, вы читайте, я ей показала Евангелие от Иоанна, немножко мы поговорили, и она даже говорит, как, я не могу у вас взять Новый Завет, вы, наверное, за него деньги платили, я говорю, да нет, это бесплатно, это Господь сказал, идите, благовествуйте, вот я вам благовествую и подарок дарю, но она так обрадовалась, Вера ее зовут, мы обменялись телефонами, поговорили, я сказала, что она говорит, я очень люблю Бога, я говорю, так это Слово Божье, его нужно читать и исполнять, если вы любите Бога, но она очень ей понравилась, очень мы так хорошо за 3 минут побеседовали, видно, что у нее муж, дети неверующие, вот только она одна, здесь очень много в Германии живут с неверующими мужьями, и мужья эти, работают, и некому отвозить жену в церковь, потому что церкви далеко, я сама ухожу с 8 утра, пока домой дойду, это где-то будет 8, ой, 3 часа дня, 4 часа дня, очень далеко, а другие вообще приезжают по 5-6 часов на машине, представьте себе, еще и с детьми, вот такое сегодня у меня было хотя бы благовестие маленькое, слава, по Христу, насколько пошла в одну душу, так, ну еще, какие дополнения, какие радости, да и печали тоже, все у нас вместе, да, радости, печали, но в России я слышал такого, да, вот эти карманные батюшки, вот, прям на дорогу, вдоль дорог, это еще давно, даже писала пресса об этом, мирская, вот, и надписи у них там, флаката, могу осветить там машину, за такую там, за такой-то процент, и все, и были даже, да они, наверное, сейчас есть, которые просто ряженые, на самом деле, они не священники, а одеваются, и идут, требы исполняют, и собирают денежки тоже, и таких ловили, мошенники. А у нас был в приходе такой священник, когда я только приехал в Германию, познакомил с нашим приходом этим священником, батюшка говорит, что у нас был такой священник, его изверглись на сана, а он все равно одел крест и рясу, и ходил, совершал таинство крещения, и забирал, собрался это деньги. Ну, люди не знали, что он извержен-то из сана, и он себе столько денег собирал. Вот хитрый вообще. Ну, католики, конечно, удивляются с нас, православные, конечно, они в этом платье более скромные. А вообще, не то, что католики, вообще немцы, они знают цену денег, и знают, как зарабатываются деньги. Так, ну, помолимся, и у кого будет желание, прославим Господа, станем все для молитвы. Достойно есть такого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя за тихое мирное время, за Твои дары духовные, за дар прощения, за дар искупления, за дар вечной жизни, за Твое всехвальное победное воскресенье. Аллилуйя, слава Тебе! Помоги нам, Господи, в сердцах наших хранить Слово Твое, хранить и исполнять, ибо блаженны слышащие и соблюдающие Слово Твое. Посети, Господи, нищих сирот вдов, одиноких, страдающих, болящих, гони мы за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, всех православных христиан, посетим милостью Твоею. Тебе за всё хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Псалтырь, 132-й Псалом. Видно вам на экране? Аминь. Аллилуйя. Царя пророка Давида. А, сейчас я микрофон положу. Слава Христу! Через неделю также встречаемся в это время, если живы-здоровы будем. Хотел узнать, на этой неделе было несколько занятий, и каждый день практически, да, брат Вячеслав проводил? Или через день? Не вышел он? Через день. Через день, да? Ну вот, у Сергея, сегодня были занятия у Сергея? Да, были. Были. И в среду были. А у Никиты? Что-то Никиты... А у Никиты что-то... Там последний ролик, что-то начало стоит там, августа, что ли? Никиты нету, да? Никита до поста проводил, после поста ни одного не было. Ну вот, братья возревновали. Теперь у нас обильный духовный стол. Как в слове святителя Анатезауста на воскресенье он говорил, тельцы заколоты, наслаждайтесь пиром, да? Ну, слава Христу! Я прошу прощения, у меня связь не всегда позволяет, если кто не соблазнялся, что я на занятия не ухожу. Да-да, там не смотри, не засыхай, выходи почаще. Так, значит, Псалом 132. Сейчас я микрофон поставлю поближе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как хорошо и как приятно жить братьям вместе Это как драгоценный елей на голове Стекающий на бороду, бороду ароновой Стекающий на края одежды его Как краса Ермонская, сходящая на горы Семские Ибо там заповедовал Господь Благословение и жизнь навеки Как хорошо и как приятно жить братьям вместе Это как драгоценный елей на голове Стекающий на бороду, бороду ароновой Стекающий на края одежды его Как краса Ермонская, сходящая на горы Семские Ибо там заповедал Господь Благословение и жизнь навеки Слава Христу! Слава Христу! Слава Христу! Брат, я скучаю по твоей гитаре С песнопением это На костре без тебя сейчас скучно стало Да ты что! Ну вот прошу молиться, если Богу угодно будет То на следующий год мы приедем, всей семьей планируем Вот прошу помочь